вот все размеры я проставил мне осталось только отразить этот эскиз чтобы это сделать нужно выделить те элементы которые нужно отразить нажать клавишу зеркально отразить объекты на вкладке эскиз слева будет появляться те линии которые вы будете отражать и в этой в этом в этой области нужно нажать левой кнопкой мыши выбрать ту линию относительно которой будет отражаться и нажать клавишу ok получится замкнутый симметричный эскиз это я показал лишь один вариант действий второй вариант действий я нажму control z у меня отмениться предыдущие действия второй вариант действий можно также выбрать все линии которые нужно отражать отразить нажать зеркально отразить объекты и совершить четыре нажатия клавиши мыши сначала левую ну выставив курсор на исход на осевую левую потом правую потом левую потом правую то есть чуть чуть меньшее количество действий не надо там мышкой двигать просто выбрали нужный объект нажали зеркально левое правое левое правое все очень просто очень быстро третий вариант действий выбрали нужные элементы которые нужно отразить тут же зажав control зажимая control вы выбираете несколько объектов зажав control выбрали осевую линию нажали зеркально отразить если вы выбрали только одно осевую линию он автоматически относительно нее отразить тоже довольно быстрый метод отражения собственно все после того как весь эскиз черный это означает что он полностью определен можно выйти из эскиза и начать уже его вытягивать вот я сейчас про вытягивание буду рассказывать очень кратко это уже тема следующего видеоролика сейчас наша тема правильно создавать эскизы вот чтобы выйти из эскиза надо нажать либо клавишу вот здесь выход из эскиза либо вот здесь выход из эскиза либо можно просто перейти на вкладку элементы и выбрать тот ту функцию которую хотите сделать с этим эскизом вот ну давайте выйдем из эскиза увидели что у нас здесь появился в графической области эскиз и в дереве проекта он тоже появился если у него здесь не стоит такой минус скобка значит он полностью определен чтобы с этим эскизом теперь поработать например вытянуть его вверх нужно его выделить левой кнопкой мыши нажать вытянутую бабушку на вкладке элементы соответственно он нам предлагает вытянуть этот эскиз слева в свойствах вытягивания можно установить нужный нам размер в данном случае размер вытягивания 34 миллиметра можно вот здесь написать 34 нажать галочку и получается у нас вот такая заготовочка для создания нашей детали и так следующим действием будет создание вот такого выреза по серединке вырез шириной 14 миллиметров высотой 5 1 миллиметра чтобы создать этот вырез несколько вариантов действия есть можно либо создать эскиз на плоскости справа либо создать эскиз на вот этой плоскости они в принципе совпадают либо создать эскиз на этой плоскости данном случае это не так важно кстати есть еще один вариант действий можно создать эскиз на плоскости спереди прорисовать вот такой прямоугольничек и симметричного вырезать в оба направления но давайте создадим эскиз на плоскости справа создаем эскиз сразу перпендикулярно ориентируем вид нажав клавишу пробел и стрелочку и данный эскиз но я выбрал такой метод вырезания на самом деле можно будет там еще можно еще с вот этой стороны также создать эскиз и прочертить его как он показан вот здесь наверное так будет более наглядно давайте так и сделаем на вот этой плоскости создаем эскиз выставляем вид перпендикулярно и опять же рисуем симметричный данном случае прямоугольник а потом этот прямоугольник будем делать прямоугольным вырезом я сразу ставлю осевую линию ставлю вот мне в этом случае будет удобно нарисовать прямоугольник вот для этого я выбираю инструмент прямоугольник выбираю второй метод рисования прямоугольник из центра таким образом я первую точку поставленной осевой линии вторую точку поставлю на детали вот теперь мы видим что у нас прямоугольник получился правая сторона привязана к детали левая не привязана чтобы левую грань прямоугольника привязать детали есть несколько вариантов действия первый вариант можно взять за левую точку потянуть и когда появится желтый квадратик свидетельствующий о том что будет добавлена взаимосвязь в данном случае совпадение точки с линией можно отпустить она автоматически добавится теперь у нас левая грань всегда будет на вот это и грани то есть они будут совпадать другой вариант я удалю взаимосвязь совпадения покажу еще один вариант можно выбрать две линии вот эту линию и вот эту линию при помощи контрола выбираем два объекта и добавить им нужную взаимосвязь для двух линий есть взаимосвязи коллинеарность когда они находятся на одной линии перпендикулярность когда они должны быть перпендикулярны соответственно параллельность для параллельности и равенство это равенство длин вот моем случае нужно коллинеарность и осталось лишь проставить нужный размер размер 14 миллиметров выбираю автоматическое нанесение размеров и либо ставлю вот так размер между двумя линиями либо нажимаю просто на одну линию тогда ставлю длину данной линии ставлю 14 весь эскиз черный все определено все правильно можно выйти из эскиза и вырезать его в данном случае я нажимаю клавишу повернутый вырез и ставлю нужный размер это 5 и 1 вот получилось вот такой вырез и теперь собственно говоря осталось только создать отверстие и сделать такую зубчатую рейку вот то что касается еще взаимосвязи я пожалуй покажу на примере вот этих двух отверстий еще не все взаимосвязи мы с вами разобрали я пожалуй создам плоскость создам эскиз на вот этой плоскости и нарисую два вот таких отверстия выбираю соответственно окружность ставлю первую окружность где-то вот здесь вторую окружность где-то вот здесь данном случае у меня эти окружности ни к чему не привязались не добавилась ни одна взаимосвязь не диаметр не центр не совпадения с чем-либо я знаю что мне эти окружности должны располагаться на оси симметрии есть несколько вариантов действий как мне расположить эти окружности на оси симметрии самый первый вариант мне уже здесь отображается исходная точка я знаю что мне ось симметрии проходит через исходную точку я могу при помощи клавиши control выбрать два объекта две точки исходную точку и точку центра окружности и добавить взаимосвязь горизонтальность тогда эти точки будут на одной горизонтальной линии таким образом у меня получилось привязать к осевой линии которая привязана к исходной точке данную окружность центр данной окружности вот это лишь один вариант действий второй вариант действий я могу раскрыть самый первый эскиз вот в дереве проекта он есть вот он эскиз 1 нажать правой кнопкой мыши и отобразить его тогда я вижу вот этот самый первый эскиз который мы рисовали серым цветом и перетаскивая за центр окружности я могу его отпустить на этой линии как вы видите привяжется сразу же взаимосвязь к точке и линии совпадения это аналогичное действие только уже привязываемся мы непосредственно к объекту который находится в другом эскизе это пожалуй более грамотный вариант но надо понимать что когда вы с этим эскизом исходным самым первым что-то сделаете то у вас здесь может слететь привязка под тогда потом потребуется вручную выставлять обратно привязку еще взаимосвязи которые мы не рассмотрели какие взаимосвязи при добавлении при выборе одновременно окружности и линии самое главное это касательные соответственно можно сделать окружность касательной к какой-то линии это в тех случаях когда это необходимо для двух окружности есть взаимосвязи кор идеальный это когда у них одинаковые совпадают центры вот потом касательность соответственно когда окружности касательная концентричная когда они соответственно опять же находятся все в одном центре и равенство когда у них одинаковые диаметры данном случае эти отверстия как раз одного и того же диаметра на этом виде это диаметр 13 сверху это диаметр 19 соответственно когда я проставлю размер на какой-то из этих отверстий у меня они оба станут того размера который я поставлю так вот ставим размер 13 осталось настроить длинновой размер нужно ставить все так же как по чертежу 24 от правого торца и 25 межосевое расстояние соответственно выбираю исходную точку и центр окружности ставлю размер 24 и межосевое ставлю 25 вот соответственно выхожу из эскиза эти отверстия вырезаю через вытянутый вырез насквозь и получаю соответственно нужное отверстие ну в данном случае необходимо еще деталь доработать поставить вот эти два отверстия сделать фасочки и вот эти зубчики но я думаю что доделывать нет смысла мы уже с вами разобрали основные взаимосвязи научились создавать эскизы чтобы редактировать эскизы надо либо выбрать тот элемент внутри которого эскиз находится нажать правой кнопкой мыши и щелкнуть клавишу редактировать эскиз тогда вы заходите в меню редактирования эскиза соответственно можете что-то подправить можно размеры увеличивать уменьшать соответственно деталь будет автоматически перестраиваться выходим из эскиза видим деталь изменилась это первый вариант действий второй вариант действий раскрываете элемент щелкайте на эскиз правой кнопкой мыши нажимаете сразу же редактировать эскиз чуть чуть более долгий но более наглядный еще один вариант действий когда нужно просто поменять размеры без значительного изменения эскиза можно графическом окне дважды щелкнуть на тот элемент который вы хотите отредактировать здесь откроются все размеры которые управляют этим элементом вот и можно вернуть размер туда куда ну собственно поставить такой какой вы хотите при этом когда вы такое действие совершаете у вас модель не сразу перестраивается то есть вы видите я меняю размер у меня модель не перестраивается что модель перестроилась надо нажать вот такую клавишу перестроить вот такой светофорчик нажимаем модель сразу перестраивается вот соответственно допустим поставить ширину не 35 а 40 поменял размер перестроил деталь изменилась собственно это все то что касается рисования эскизов там на мой взгляд все довольно просто самое главное всегда следить за взаимосвязями понимать какие взаимосвязи могут друг другу противоречить и понимать какие взаимосвязи обязательно должны быть добавлены это нужно смотреть исходя из того что у вас показано на чертеже